По данным христианских историков, после Вознесения Иисуса Христа, Пресвятая Мария прожила либо 10, либо 15 лет. В Евангелии написано, что ей явился Архангел Гавриил с райской финиковой ветвью и передал ей весть о том, что через три дня кончится ее земная жизнь, и Господь возьмет ее к себе. Божья Матерь утешала всех, обещая молиться о них и не оставлять христиан после своей смерти. Потом всех благословила. Мы через такое траурное торжество, но тем не менее, отмечаем праздник, праздник духовный. Ибо та, которая, как говорится в Священном Писании, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, обрела достойное и то место, которое она заслужила. Господь воскресил Пресвятую Матерь, взял ее к себе и поставил выше всех своих ангелов, после чего ее уже называли Царицей Небесной. Сегодня многие говорят о том, что Матерь Божия как бы умерла, а вы радуетесь. Вот это объясняет, что Матерь Божия не умерла, она перешла в райские обители. И вот там мы на сегодняшний день радуемся тому, что за нас, перед сыном своим, она предстательствует за все наши скорби и заступничает за нас, как бы отводя от нас праведный гнев Божий. В этот день завершается Успенский пост, который не был трудным, так как в это время очень большое разнообразие, много овощной и фруктовой пищи. Завтра в четверг в храме святителя Иоанна Златооста состоится прикладывание к святой плащанице, особое песнопение и крестный ход. Елена Всецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ